Здравствуйте, меня зовут Панасенко Светлана Гурьевна, я врач-акушерогинеколог Центра иммунологии и репродукции. В этом видео мы поговорим о таком методе вспомогательных репродуктивных технологий, как внутриматочная инсеминация. Искусственная инсеминация или внутриматочная инсеминация – это такой метод, при котором осуществляется введение в полость матки, обработанной спермы мужа или донора. Внутриматочная инсеминация сильно отличается от экстракорпорального оплодотворения, поскольку при ЭКО происходит забор яйцеклеток и оплодотворение их сперматозоидами вне организма женщины, а затем полученный эмбрион переносит в полость матки. При внутриматочной инсеминации оплодотворение происходит внутри организма пациентки, точно так же, как это происходит при естественном зачатии. Только мы оказываем помощь сперматозоидам, чтобы наибольшая их часть проникла в полость матки, в то время как при естественном зачатии огромное количество сперматозоидов погибает в кислой среде влагалища или не может проникнуть через шейку матки. Кроме того, биологический материал мужчины обрабатывается таким образом, чтобы оплодотворяющая способность сперматозоидов была выше, что значительно повышает шансы на успех зачатия. Обследование будет направлено на поиск причины снижения фертильности в паре и на исключение возможных противопоказаний к процедуре. Непосредственно перед процедурой обоим половым партнерам нужно пройти обследование, чтобы исключить наличие инфекционных заболеваний, передающихся половым путем, и других временных противопоказаний к процедуре или беременности. Для прохождения процедуры внутриматочной инсеминации в Центре иммунологии и репродукции обоим партнерам нужно сдать анализы крови, срок годности которых 2 месяца. Это антителак ВИЧ, антителак Трипанема Палидум и диагностика гепатита В и гепатита С. Женщине нужно сдать гинекологический мазок, срок годности анализа 10 дней. Мужчине следует сдать спермограмму. В основном показанием для процедуры внутриматочной инсеминации является шеечный фактор бесплодия – состояние, когда изменения в слизи шейки матки ведут к невозможности дальнейшего продвижения сперматозоидов в полость матки. Также показанием являются сексуальные расстройства, в том числе вагинизм – это рефрикторное сокращение мышц влагалища, которое делает половой акт болезненным или невозможным. Кроме инсеминации спермы мужа, при желании партнеров существует возможность проведения инсеминации спермы донора. Процедура может быть рекомендована в следующих случаях. Азооспермия – отсутствие сперматозоидов в эякуляте. Выраженная тиратозооспермия – сниженное количество морфологически нормальных сперматозоидов спермы мужа или партнера. Тяжелые наследственные заболевания у мужа. Наличие неизлечимой инфекции, передающейся половым путем. Отрицательный резус-фактор жены и положительный резус-фактор мужа при наличии тяжелой резус-иммунизации в анамнезе. А также отсутствие полового партнера у женщины. Как и любая медицинская манипуляция, внутриматочная инсеминация имеет ряд противопоказаний и ограничений. Непроходимость или отсутствие обеих маточных труб. В таком случае наступление беременности как естественным путем, так и при МВМИ невозможно. Тяжелая патология спермы. Патология матки и шейки матки, внутриматочные синехии, спайки, сращения внутри матки, гиперплазия или полипендометрия, субмукозная миома матки, атрезия, то есть заращение цервикального канала. Все это будет мешать имплантации плодного яйца и процедура на данном этапе окажется малоэффективной. Внутриматочная инсеминация возможна только после коррекции данных проблем. Отсутствие овуляции и также отсутствие ответа яичников на стимуляцию овуляции является противопоказанием процедуры. Также внутриматочная инсеминация не проводится, если в цикле стимуляций образуется более трех доминантных фолликулов, так как в этом случае повышается риск многоплодной беременности тройни или даже четверни, что создает значимые проблемы при вынашивании беременности и повышает риски преждевременных родов при экламсии и стационного сахарного диабета. Также острые воспалительные заболевания органов малого таза являются противопоказанием для процедуры до момента излечения, поскольку совершается вмешательство в полость матки и патологическое флоровлагалище проникает в ее полость и может вызвать воспаление внутренних половых органов. Острые респираторные заболевания или обострение хронических заболеваний также являются противопоказанием для процедуры до момента излечения или достижения ремиссии. Если было уже произведено 3-4 цикла внутриматочной инсеминации без эффекта, то доказано, что при множественных попытках инсеминации шансы на наступление беременности не увеличиваются. В менструальном цикле, в котором планируется проведение внутриматочной инсеминации, возможно два варианта. Первый вариант – без стимуляции овуляции. Этот вариант возможен при наличии у женщины регулярного менструального цикла и регулярной овуляции. Второй вариант – со стимуляцией овуляции. При проведении стимуляции доказано увеличиваются шансы на зачатие, особенно у женщин, у которых есть недостаточность функций яичников, большое количество анавуляторных циклов за год. Стимуляция овуляции представляет собой прием специальных препаратов, которые способствуют росту фолликула, а затем и самой овуляции, то есть выходу из фолликула, готовой к оплодотворению яйцеклетки. К тому же при стимуляции овуляции цикл становится более прогнозируемым, и мы с точностью знаем, в какое время произойдет овуляция и когда лучше произвести процедуру. Процедура выполняется амбулаторно, госпитализация не требуется. Супруги приезжают в клинику в определенный день. Однократно процедура внутриматочной инсеминации назначается через 34-36 часов после пика лютинизирующего гормона, который определяется по мочевым тестам на овуляцию, или после введения триггера овуляции специального укола, или после достижения размеров доминантного фолликула по данному УЗИ 17-20 мм, что соответствует примерно 13-14 дню регулярного менструального цикла. Если внутриматочная инсеминация планируется дважды за цикл, то производится через 12-34 часа после пика лютинизирующего гормона. Муж дает сперму, ее сразу доставляют в лабораторию. За 20-30 минут до процедуры пациентки производят укол спазмолитика и седативного средства для исключения нежелательной аллергической реакции и спазма мускулатуры, тем самым облегчая процедуру. После того, как сперма готова, гинеколог производит введение ее в полость матки. Процедура безболезненна, как обычный гинекологический осмотр. Сперма вводится через специальный маточный катетер диаметром 1-2 мм, и это делает процедуру безопасной, поскольку не нужно дополнительно расширять и травмировать цервикальный канал. После процедуры пациентка находится в клинике примерно 20-30 минут. В дни после инсеминации в организме женщины все происходит естественным образом. Введенные в полость матки сперматозоиды проходят навстречу к яйцеклетке по маточной трубе, где и происходит оплодотворение. И если произойдет правильное развитие эмбриона и его имплантация, мы сможем определить беременность еще до задержки менструации. Непосредственно после процедуры рекомендуется воздержаться от бань, саун, горячих ванн и активного отдыха в течение 1-2 недель. Половой акт разрешен, так как еще больше увеличиваются шансы на зачатие. Вероятность беременности в первом цикле внутриматочной инсеминации примерно равна 10-15%. И это не так уж и мало, поскольку по всеобщей статистике только у 20-25% здоровых половых партнеров естественное зачатие произойдет с одного цикла планирования. Наибольшее количество беременности достигается в первых 3-4 циклах внутриматочной инсеминации. Проведение последующих процедур практически бессмысленно. Двукратно проведенная процедура внутриматочной инсеминации в одном цикле улучшает прогнозы наступления беременности. И это связано с тем, что иногда происходят ошибки в вычислении точного времени проведения процедуры, особенно если цикл без стимуляции. А также двукратное введение рекомендовано парам, когда у партнера имеется выраженное снижение количества стерматозоидов. Для подтверждения беременности после проведенной процедуры следует сдать анализ крови на бета-ХГЧ дважды. Первый анализ сдается на 12-й или 14-й день после процедуры, повторный через 48 часов. При нормально развивающейся беременности показатель ХГЧ будет удваиваться. Анализ крови на ХГЧ или мочевые тесты можно делать и раньше, но в таких случаях высока вероятность ложного отрицательного результата. Мочевые тесты обладают меньшей чувствительностью и положительный результат чаще всего определяется не ранее 14-15 дня после процедуры, то есть на первый-второй день задержки менструации. После получения результатов анализов следует связаться со своим лечащим врачом, чтобы правильно интерпретировали результат. Редактор субтитров А.Семкин